День 1582, Алекс на связи. Наверное, первый способ, который я сделал для управления умным домом и получения какой-то обратной связи, если я нахожусь где-то вне дома, это Telegram. Почему я использую Telegram? Потому что фактически это единственный мессенджер, в котором есть возможность сделать нормально боты. И при этом это бесплатно, и всё работает нормально, очень много возможностей. Можно подключаться из системы умного дома очень простыми способами. Есть очень много документации написанной, как это делать. И поэтому очень интересное решение, и, конечно, я его сразу начал реализовывать. Сначала я хотел вообще сделать так, чтобы через него полностью управлять умным домом. Но через некоторое время я изучил и установил себе OpenHub. На нём тоже была возможность создавать, заводить разные устройства. И после этого можно было получить удалённый доступ через специальное облако от OpenHub. И видеть все устройства в умном доме, видеть их состояние и состояние разных датчиков. Можно было включать и выключать разные устройства. И, конечно, сам Telegram, он, по сути, стал не особо нужен. И, в принципе, в самом приложении была возможность и оповещение делать. То есть, через OpenHub можно было отправлять различные сообщения системы умного дома. И они будут отображаться в приложении OpenHub, которое установлено на телефоне. Также в OpenHub есть возможность и голосом отправлять разные команды в систему умного дома. И поэтому Telegram вроде был особо и не нужен. Но через некоторое время я всё-таки решил вернуться к использованию Telegram. Потому что есть возможность и систему умного дома отправлять в обычный мессенджер. И это удобно, потому что приложение OpenHub иногда не было. Если запущено, то оно не показывало никакие сообщения. А если его запускать, то оно расходовало всё равно батарею достаточно интенсивно. А Telegram, он всё равно был запущен как мессенджер. Он постоянно использовался в общении. И поэтому он всё равно нормально обрабатывает коммуникацию всю. И, конечно, если сообщение было отправлено, то он мгновенно показывает. Большим плюсом, конечно, ещё то, что Telegram позволяет обмениваться разными сообщениями. То есть, если я, допустим, захотел картинку отправить себе, то я тоже её могу отправить и посмотреть. Например, я так делаю. У меня отправляются разные снимки с камер, скриншоты. И, соответственно, конечно, я могу увидеть, что происходит у меня в доме. Даже я делал так, что я мог либо запросить снимок с какой-то камеры, и он мне присылался оперативно. То есть, делался снимок и сразу присылался. И даже я делал так, что я запрашивал видео. Этот запрос уходил на сервер Умного дома. У меня выполнялся специальный скрипт. Он записывал в течение преднастроенного времени. Я это делал 15 секунд. Записывал видео с камеры. И отправлял мне в Telegram. Я могу посмотреть прямо в Telegram это видео. Причём, в зависимости от настроек, можно смотреть и в хорошем качестве, и в низком качестве, что очень удобно. Также я делал запрос, чтобы у меня в системе Умного дома делала аудиозапись. У меня был микрокомпьютер подключен к веб-камере простой, обычной, самой, которую компьютеру подключают для видеоконференций разных. И с помощью этой веб-камеры у меня производилась запись тоже около 30 секунд аудио. И отправлялась мне в Telegram. Конечно, я потом это перестал использовать, потому что большого смысла в этом никакого нет. Но иногда, когда у меня ещё не было камер, я запрашивал таким образом, чтобы понять, вообще в доме кто-то есть или нет. То есть, в принципе, по звуку можно было это определить. Была у меня идея, я её очень долго использовал для того, чтобы через Telegram отправлять координаты о своём местоположении. Просто запускаю на нём делиться геолокацией. И система Умного дома получала эту информацию, сохраняла, во-первых, эту базу, конечно. И каждые несколько секунд Telegram отправляет новое положение. И у меня таким образом делался трекинг. И на основании этой информации, на основании координат я понимал. Но система Умного дома видела, где я нахожусь. И если я нахожусь в квартире, то у меня одни сценарии могли выполняться в системе Умного дома. А если я где-то удалённо нахожусь, то, конечно, у меня, соответственно, Умный дом мог перевести свой режим в отсутствие людей. Потом я реализовал в Telegram боте ещё возможность выводить меню для управления. То есть, это делается вполне просто. Специальный скрипт возвращает на команду Start в боте информацию о меню в определённом описании. И потом можно уже, нажимая кнопки, например, у меня сделано так, что я сначала делаю Start. У меня открывается меню с разными группами устройств. Есть выведены туда несколько кнопок для прямого действия. Например, я могу перевести дом в определённый режим сразу с этого меню. Дальше у меня тоже сгруппированы разные устройства. То есть, я могу, например, открыть либо розетки, либо выключатели. Могу открыть определённую комнату, посмотреть. И в ней будут разные варианты взаимодействия. Например, я открываю группу спальни. У меня меняется меню, и там появляются разные виды выключателей. Датчики, соответствующие в этой комнате, которая находится. И могу посмотреть, соответственно, нажав на определённую кнопку, мне возвращается информация о том, что, например, температура такая-то в комнате. Или если я нажимаю кнопку на включение, мне возвращается информация. Включился или не включился светильник такой-то. Конечно, для удалённого доступа это особо не нужно. Я, допустим, делал так, что у меня запрашивался статус просто, и мне присылалась информация о том, кто сейчас находится дома. Также я запрашивал состояние каких-то розеток определённых. И ещё я мониторил состояние сервера умного дома. То есть, он присылал мне свои параметры. Текущая – это память, свободное место на диске, текущая температура. Не так давно я ещё дополнительно сделал в нём возможность управлять плеером. У меня используется мультирум в квартире. В разных комнатах разные находятся Bluetooth-усилители, подключенные к обычным колонкам. И с одного сервера мультимедиа отправляется поток на эти колонки. Соответственно, для того, чтобы ими управлять, я могу это делать и голосом. Но если колонка Яндекса находится далеко, то не очень удобно. Конечно, у меня ещё настроены разные сценарные выключатели. Я могу нажать и включить определённую музыку или определённый канал. Но или я уже забыл, например, какая там кнопка используется. Либо, допустим, сейчас выключатель, то он достаточно далеко от меня. Или по какой-то причине я не хочу им пользоваться, то я могу просто зайти в Telegram и, соответственно, нажать там какую-то команду. Например, включить определённую музыку или сделать определённую громкость. Конечно, большим преимуществом Telegram-бота является то, что им можно поделиться с разными людьми. То есть, просто отправляешь ссылку. У меня так сделано, что через этот Telegram-бот разные люди могут управлять умным домом. На стороне сервера я, конечно, проверяю, кто конкретно делает запрос. И у меня там побольше полномочий. То есть, поскольку я знаю, как это технически устроено. И могу какие-то делать настройки дополнительно по системе умного дома. А для других людей это сделано попроще. Какое-то попроще меню и попроще функции. Ещё большим плюсом, конечно, есть то, что если я просто пишу текст, то раньше я делал обработку этого текста скриптом. А сейчас я сделал немножко проще. Если специальное слово используется вначале, то у меня система определяет, что с этим сообщением делать. Либо обрабатывать, либо выполнять какие-то команды определённые. Или она может просто отправить это на колонку Яндекса. И колонка выполнит это действие, как будто она просто получила это сообщение голосом. Ну и ещё я на этот канал отправляю разную информацию, предназначенную для разных людей. Например, у меня есть умные весы от Xiaomi. На самом деле в них особо ничего умного нет. Они работают по Bluetooth, могут измерять вес и импеданс. И, соответственно, давать какую-то информацию о состоянии здоровья. И у меня сделано так, что я, выполнив расчёт по определённым формулам о состоянии здоровья конкретного человека, отправляя прямо ему в Телеграме сообщение. То есть не всем сразу, а конкретному человеку.